бруклин продакшн представляет приветствую вас на канале опасная бритва бруклин продакшн сегодня я хотел вам показать одну бритвочку вернее предупредить что такие бритвы ни в коем случае не покупали и не полагались а давайте попробуем начнем с этой бритвы может что получится и будет все замечательно значит компания называется GBS вот такой чудак в пиджаке без пальмы значит бритвочка бритвочка китайская преподносится как типа luxury то есть такая более продвинутая китайская бритвочка у нас деревянная ручка уже у нас типа всем известная бритва gold dollar в 10 раз лучше сделано чем вот эта вот бритва это стоит уже в несколько раз дороже чем gold dollar значит бритва как правило летая сейчас я ее заточил не знаю получится и побриться или не получится хозяину этой бритвы значит что я хотел вам пока рассказать просто про эту бритву смотрите вот вот ручка с производства да видите она уже всякую кривая значит дерево из которого сделано практически ничем не обработанное когда я затачиваю то есть мы работаем с водой как правило с водой вся ручка мокрая еле высохла ее уже чуть ли не повело грубо обработано пины вы посмотрите этот пин как сделан да тут можно еще хорошо молоточком пройтись потом еще наждачкой они сделали вот такой вот мозаичный такой вот мозаика до пин типа ну почти ровно его даже в ручку вставили почти ровно сейчас вот так вот более видно ручка криво сделано не обработано тут вообще читаю кто напильником пытался и выровнять так и не получилось то есть такая бритва стоит это долларов по моему 12-13 даже вот как бы мужик в пиджаке и уже должна быть готова значит заточена она была чуть-чуть была заточена скажем так порежущие кромки тупая как для остроты для карандашей точить когда я начал точить на ровных камнях обнаружил под линзы чтобы здесь вот внутри такая вот яма была абсолютная и она не протачивалась пришлось немножечко и выравнивать режущую кромку режущая кромка выровнялась кое-как она режет даже волос затачиваясь на хороших японских камнях но не знаю что происходит с металлом вот эта вся кривизна вот эта вся ерунда так что не ведитесь что можно взять китайскую бритву вот эту вот чуть чуть дороже и она будет как бы лучше на картинке на картинке она выглядит вот как то так а вот в жизни она выглядит вот так вот безобразная ручка уже если отталкиваться от гол доллара так у нее пластиковая ровная ручка потому что она сделана машинами они людьми дорабатывается а это просто пародия скажем так такие бритвы продают в наборах вместе с каким-то помазком вместе с какой-то чаши для взбивания и уже этот набор стоит 25 долларов но в принципе бритва наверно можно и пользоваться наверно можно еще как-то и пользоваться но я бы не советовал такие покупать попробовать себя в заточке платить столько денег то лучше купить уже голд доллар это будет намного интереснее намного практичнее и как бы ожидаемо ожидаемое хорошее поэтому это явно делает другая компания и как-то очень кустарно они хотели выехать на том что моего ручка деревянная с натурального дерева так дерево ничем не обработанное намокает и разбухает и вон кривое идет уже изначально так давайте попробуем как она заточена была как-то она режет не режет сейчас вот я возьму волос если я уже поигрался хочу и вам показать называется то есть каким-то образом даже происходит видите волос срезает на расстоянии в принципе так а здесь здесь тоже режет здесь тоже режет здесь она не очень хочет нет вот опять режет сейчас попробуем еще один волос так но по моим ощущениям таким инструментом лучше уже даже не пытаться бриться это как-то очень напрягает вот видите он срезал его раз и волос срезанный так сейчас попробуем еще и вот так можно конечно поиграться с ней долго и нудно и она еще лучше будет вытащена но в принципе смысл в том что максимально это острота достигнута сколько она будет держаться непонятно и волос режется в принципе как бы но вот комфорт бритья я честно говоря не верю в эту бритву не верю ну а так видим заточить можно все что хочешь кроме пакистанских бритв из моего личного опыта а китайские точатся но покупать такую совершенно я вам не рекомендую даже не пытаться вот запомните вот этот вот значок с этим вот чудаком в пиджаке и шляпе и никогда ее не покупаем просто хотел всех предупредить всем спасибо за просмотр до новых встреч пока спасибо за просмотр